когда рекомендуется голодать и небеса открыты и очень хороший день вообще первый день после рождества первые кадаши после рождества вот так что очень хорошее время мы очень хорошо пришли а там все описано в общем-то интернет открываете все описал описаловка есть да я не помню строила большая компания строили нормально все легально построили в общем-то присматривали из-за шрама все за это и за этим строительством но проект вы знаете согласован был с сей бабой и хануман о чем это говорит вы знаете историю ханумана это на рама яме описано это высокий преданный у него каждая крупица его тела звенела именем сей бабы вот и даже когда ему бриллиантовое ожерелье подарила сито которые на свадьбу подарили зала такое очень драгоценная жемчужная на тебе горит за твою великое служение он взял погрызг послушал да так она не звенит и выкидывает она что ты как ты муж он так она же не звенит рама 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 зачем-то на пустышка для меня а потом через какое-то время ожерелье вышло из океана рассказ был у сей баба он ожерелье вызвал это готов ожерелье которое подарила сито хануману люди смотрят смотрят на него точно есть даже два грызка которые погрыз хануман и вот то это ожерелье как раз далее делать там правда в истории было по моему он еще его рассыпал понимаете он потянул она начала рассыпаться она не имеет ценности раз на рамы не звенит как он был рожден вы знаете там значит рама мама рамы должна была выпить специальный просад после большой пуджи у отца не было детей долгое время и делали большую пуджу и значит три жены и все три жены получили просад а средняя жена она вылезла когда волос расчесывала орел подлетел и украл этот кувшин с просадом который для зачатия детей ну вот именно этой семье и когда он нес этот кувшин он его обронил пришла мама ханумана анджинея подняла этот кувшин попробовал и съела таким образом у них единая кровь как бы единая составляющая энергетическая а чтобы вот с мамой это случилось в рамами описано две остальные жены поделились своим просадом поясом называется поясом а поделились и поэтому четыре брата и они служили один преданно служил раме другой преданно служил в харате то есть тому кому досталась вот эта вот половинка и они как бы даже в одной колыбельки он не мог спать пока не положили вместе с рамой очень такая красивая история поэтому хануман был преданный кроме того что энергетики кроме того что мысленно но еще энергетически при за его рождении потом поется песня анджинея его называют часто анджинея по имени матери анджинея анджинея знаете такие бажены есть красивые вот поэтому можете вспомнить эту историю в припад таком состоянии фигуральном смысле это в рама яме описано сай баба перевел две есть рама яма который перевел сай баба на русский язык вот рама яма знаете некоторые говорят да там из луков стреляет так далее рама яма вообще в альмики был здесь в альмики который писал рама яму находился здесь путапарти эта история достаточно известная он сначала был бандитом ратнокаром и встретил 7 мудрецов мудрецы говорят чем ты занимаешься он будет как чем я кормлю семью мне жену надо мать старушку а кто убийство будет твоей карму отдавать он как то мне ничего не надо я охотник я не нуждаюсь ни в чем конечно они он поделился на перебегать к жене жена ты за убийство отвечаешь на год нет ты обязан жену кормить мама ты берешь на себя мое убийство она гаднет сынок ты обязан мать кормить вот опорочек больше не буду убивать но не буду заниматься этим бандитизмом потому что он вырос старошки он не знал других правил отец занимался этим дед занимался этим наследство дали нож он и занимался это типично русская ситуация вижу отец ворует дед воровал значит и я буду воровать это нормально пойти это все мама жила так бабушка так жила значит и я также буду жить девочка говорит мы все одна семья у нас одна оказывается другие есть правила и тогда вот семь мудрецов ему сказали другие правила его там во время медитации здесь в лесу был и увидит охотник подбирается к двум цаплям и убивает мужа цаплю а жена цапля как закричит ой как больно вальмики говорит это крик сострадания ведь ее не убили убили мужа она кричит из-за мужа ой как больно он ведь надо написать книгу и написал рамаяму так вот рамаяма это крик сострадания описаны в книге и все остальные 300 страниц после первой страницы это описаловка крика сострадания а главное это первая страница поэтому 7000 лет прошло рамаяма до сегодняшнего дня актуальна она интересна люди бегали со стрелами люди сейчас из автоматов стреляют там пушками палят но суть сострадания осталась одна и та же поэтому книга будет пока есть человек у которого есть сострадания как только люди перестанут быть состав состраданием и животными до тех пор пока рот человеческий есть есть сострадание до этих пор будет рама яма важно будет ее читать будут восторгаться и будет дети плакать не дети плакать будут кто-то будет плакать кто-то будет смеяться кто-то будет прочитала страницу и неделю потом будет размышление живу ли я так или живу я как я мечтаю жить вот как надо поэтому вот эта история творилась здесь здесь этот был охотник здесь этот вальмики был да это он был ротнокаром бандитом все это творилось вот здесь кутапарте где конкретно мы не знаем потому что здесь раньше были леса немножко климат был другой сейчас видите тоже климат меняется видите какая холодина а мы находимся в те времена когда раньше вообще было жара по то там я не знаю днем невозможно было стоять все мокрые стояли он пододел под себя даже вторую рубашку потому что холодно ну что можно сказать история очень такая восторженная и энергетика сегодняшнего дня непростая день акадаши все-таки небеса достаточно все описано что такое за день почему он кстати сегодня нежелательно кушать но еще лучше сегодня вообще не есть какие продукты кто знает совершенно верно пшеничные плодовые то есть те которые имеют структуру ну я я просто не нашел вас я бы успел сказать надо было мне написать я тоже не знаю даже сегодня у меня а встречи на однако это вы знаете да я все равно сегодня голодаю мне без разницы вот что будет что не будет хорошо значит что вы видите вокруг себя вы видите там архив в этом архиве постоянно одна и та же температура в этом архиве постоянно один же климат искусственный он похож очень на храмы майя знаете вот религия майя дальше вы видите музей самый крайний музей всех религий беленький такой да и еще один видите большое здание это связано как называется институты короче система образования сей бабы вот и система образования там как раз его используют что можно еще здесь сказать внизу вы видите студенты тренируются 11 января будет большой спортивный праздник большой спортивный праздник сейчас ребята будет это еще пока не шагами видите все равномерно делать эти карате показывает это не тренируется почти месяц доводят до совершенства движения сотен тысяч людей и видите там впереди стоит человек который показывает все упражнения и вот их тренирует а значит они не учатся студенты сей бабы очень мало учатся мне дочки были учились в школе они говорят папа нам некогда учиться а посчитайте сами день рождения сей бабы 23 ноября месяц надо готовиться или какой там праздник концерты эти самые музыкальные выступления так далее просто другие направления то есть искусство целый месяц не учатся затем с 23 дают практически неделю поучиться до 11 декабря а затем опять начинается месяц подготовки к 11 января спортивный праздник что делают дети ночью тихонечко идут и становится в туалете пишут контрольную учительница вылавливает и говорит что вы делаете надо спать ну-ка и тихонечко и отправляют спать значит здесь есть такой известный издание профессор он горит чем отличаются мои студенты датские от тех студентов которые учу в путапарте студенты в путапарте не имеют времени учиться а подсчитайте сами йогой надо заниматься веды учиться и петь надо все традиционные праздники в путапарте надо а что остается время времени остается если вы выдали времени учиться сколько дают моим студентам учиться это были бы гений тем не менее институции бабы постоянно во время проверки всей индусской проверки институтов занимает первые места а лет пять назад выступал человек который проверяет и говорит у нас есть высшая оценка там как-то в индии б а плюс плюс там и так далее так вот ягод не могу поставить потому что это предел того что я могу поставить я поставил то есть а вы знаете в индии как дает общий экзамен его пишут а чтобы не было взяток и так сказать посредничество передают неизвестно кому для проверки отсылает в деле все в письменном виде и потом делают и еще делать выборочные вот например сегодня досконально проверяет химию полностью и вы ничего не сделаете если у вас провал институт закрывает это самая страшная как греца проверки вот которые приходят с деле и они постоянно все ребят профессорско преподавательский состав после каждой проверки чистят и значит и вот эта проверка независимая проверка которая приезжает из деле ведь институт сей баба он обычный институт по команде деле для них это обычное никакой поблажки нету за то что там sai баба духовность никакой поблажки нету по полной программе по всей глубине проверяет институт постоянно занимает первые места еще одно институт сай бабы состоит в американском листинге то есть списке институтов студенты которого не нуждается в сдача экзамен а то в то в экзамен вы знаете это только граждане америки которые не гражданами это только американцы которые обучались в америке к на родном английском языке. Так вот, студенты Сайбабы, которые приезжают в Америку учиться, ну, мастер-дегри, бакалавриат, ну, обычно мастер-дегри, они автоматом включаются в институт без сдачи вот этого очень вредного, зловредного, тяжелейшего экзамена TOEFL. Там же, знаете, одна часть — это ваша сообразительность, ваша... То есть сначала язык, грамматика, та-та-та-та-та, а потом начинаются, знаете, вот такие, как бы, задачи умственного развития. Очень сложные. Иногда человек наизусть знает весь английский, а вот эти задачи, знаете, значит, вот чтобы, если бы, как бы, если надо, то как. И при этом надо знать английский, понимаете, и начинаются вот эти идеи. Вы платите большие деньги, не сдали экзамен — опять по-новой. Надо опять платить деньги, и так далее, и так далее. А в институте вы не можете учиться до тех пор, пока не сдали TOEFL, вы не можете начать занятия. То есть достаточно неприятное, тяжелое некоторые по полгода сдают. Вот у нас преподаватели английского год занимаются специально в Штатах, чтобы сдать TOEFL. Это достаточно зловредный экзамен. А студенты с Айбабы в листинге этих институтов, которым разрешено, и так далее, и так далее. А как это объясняется, что хорошие институты, если они не учатся? Еще раз? Ну, если дети не учатся, то как они учатся? Значит, дело в том, что все институты давным-давно проверяются во всем мире. И поэтому, если выпускники постоянно занимают хорошие позиции в американской экономике, врачи, адвокаты, врачи, программисты и так далее, уже давным-давно знают. То есть по студентам рекомендуют. Кроме того, те экзаменационные листы, которые высылают им, и их сдача экзаменов, они тоже открыты. Это же не является секретом. Поэтому любого человека вы можете найти, его оценку и так далее, и так далее. Но он спросил о другом. Да если дети мало занимаются здесь по времени, как им удается иметь такой хай-уровень? Значит, дело в том, что в Сайбабе есть специальная программа расширения сознания. Эти программы достаточно открыты. Они базируются на самой программе Сайбаба и базируются на учителях. Потому что учебники все американские. Поэтому вопрос, где общечеловеческие ценности? Общечеловеческих ценностей нету. Как, вот знаете, подошел камень, взвесьте мне 15 килограмм общечеловеческих ценностей, а мне 200 грамм. Так не бывает. Это не взвешенное. Это передается от человека от человека. И уровень его. Чем отличается обычный гуру от человека, который на улице рассказывает вам истории своей жизни? Взвесить нельзя. Взвесить нельзя. Это духовность. Есть другие совершенно критерии. Что еще? Любой человек сейчас может своих детей между 5 и 6 годами отправить в школу Сайбабы. Сейчас поступают дети по лотереям. Лотерея, совершенно верно. 3 года поступает по лотереям. Даже если из Гренландии эскимос, не знающий другого языка, пожалуйста, сдавайте. Значит, пишите онлайн эту самую application form. 50 рупий платите из карточки. И ваш ребенок записан на экзамены. То есть не на экзамены, на лотерею. Лотерея происходит обычно в июне, прилюдно при всех людях. И, пожалуйста, все могут участвовать, не играет роли ничего. Я говорил с директором института, он говорит, мне не надо подготовки. Я готовлю учителей. Вот это начальник, который отвечает за дисциплину при посещении. У него ключи, ключи от ворот. Он смотрит, мы, как говорится, хорошо себя ведем, и так что к нам никаких претензий нет. Итак, значит, что, каким образом распространяются общечеловеческие ценности? Они распространяются через учителей, которые готовятся, конечно, проверяются, готовятся. Люди закриминдовали. В основном все преподаватели со времен Саебабы здесь. То есть мало еще кто, так сказать, сменился. Ну, мораль такая, что в конце урока учитель Саебабы не смотрит на часы. Его ждет своя семья, свой ребенок ждет, понимаете? Он считает секунды, когда же он бросит вот это, понимаете, эту историю и начнет заниматься нормальным детям, нормальным делом, которое он ждет целый день. Ради этого он собирает деньги. Преподаватели Саебабы, они совершенно имеют другую подтекст. Для них эти дети – это его семья. Многократно уже писалось об этом в госпитале лежит ребенок с температурой, рядом сидит учительница, из ложки его кормит. И это уже как бы стало достаточно известной писаловкой. И он, для него, для этого учителя нету другой семьи, нету этого ребенка, другого ребенка. Это его дети. В основном женщины, вот младшие классы, поступают детишки, и учительница для них как мама. Они встречаются со своими родителями на один час в неделю. Я говорю вам о школе Саебабы, потому что другая школа, и Шварамы школа там по-другому. Они каждый день приходят домой. А я говорю о школе Саебабы, где круглосутка. Прости, пожалуйста, еще раз, все-таки дети из всех стран могут, да? Из всех стран дети могут, то есть могут, да? Из всех стран, с 5 до 4 лет. Да, легально участвовать в лотереи могут дети всех стран. На сегодняшний день это четко сказаны слова Саебабы. Любой человек может присоединиться к моей школе. Потому что раньше, когда экзамены сдавали, был отбор. И дети, которые хорошо сдавали экзамены, в основном это, конечно, были местные. И до 60-70% поступали местные, которые просто натаскивали с 3 лет до 5 лет автоматом. Они любой тест сдавали вместо 2 часов, они сдавали за час 50 без единой ошибки. Когда человек сдает 40-50 тестов ежедневно, ну как бы постоянно, специально натаскивается, у него автомат, для него это тест, это так, игра. А дети, которые прибывают со всего мира, они просто, они, может, хорошие, но они просто проваливаются. Но это не их вина. Вина родителей, вина этого самого сообщества. И дети обучаются здесь, на один час к родителям выходят, а на 2 месяца потом могут отсылаться к родителям дома, где родители живут. То есть все легально, все учтено. Таким образом, и человек получает общечеловеческие ценности, и таким образом он еще продолжает оставаться в своей национальной специфике. Еще некоторая проблема. Местные дети, телегушные дети, которые поступают в школу Саибабы, они не знают, как писать на телегу. Они умеют разговаривать. Это тоже очень интересно. Вот, да, такая тонкость. И вот есть такой случай, когда Саибабы писал мальчику письмо английскими буквами на телугу. Он хотел, чтобы мальчик не забывал свой родной язык. И он писал английскими буквами. Это письмо есть. Называется книга «Только в тебе спасение». Там как раз даже это есть листик такой, копия-ксерокопия, где Саибаб писал английскими буквами на телугу. Вот, это такие, да, такие тонкости, да. Вот. Ну, а, конечно, некоторые дети хорошо самостоятельно выучили телугу, самостоятельно могут писать. Это достаточно. Ну, это должна быть местная школа. Школа Саибабы телугу не изучает. Они изучают английский и хинди. Поэтому дети, которые пришли в 6 лет, им немножко тяжеловато самостоятельно осваивать. Вот. Ну, что давайте, мы подняли сюда, раз, ханумана. Значит, мы посмотрели там здание. Давайте посмотрим, что здесь. Мы видим деревню Хутапартии. Вон она, деревня Хутапартии. Вот в ту сторону. Вот как бы... Туда. Значит, что мы видим? Мы видим спортивный комплекс, крытый стадион Саибабы, называется Индо Стадиум. Вот. Дальше видим планетарий. Планетарий, пожалуйста. Дальше видим институт Саибабы, куда дети после окончания школы переходят дальше продолжать свои учения. Здесь бакалавриат и мастер-дегри. Вот. Дальше. Если вы дальше видите там высотные дома, вот там самый большой дом, его называют, там много русских живет. Вот. Дальше. И дальше вот немножко тут краешек мы видим деревню Хутапартии. К сожалению, мы не орлы, не можем взлететь. Ну, а на эту башню я вам не рекомендую подниматься, потому что все-таки это рискованно. Ну, вон, видите, внизу уже студенты начали на мотоциклах и во время спортивного праздника вот здесь будет такая специальная веревочка. Веревочка. Здесь будет такая большая махина, называется факел. И вот веревочка, на ней будет огонь, и по этой веревочке поднимут огонь и зажгут вот этот огромный факел. Факел Олимпийский игр называться будет, да. и он будет здесь сиять огромный. А здесь ну, сверху здесь будет некоторое количество людей, которые будут следить, чтобы факел зажегся. И, так сказать, здесь будут стоять большие прожектора где-то. А ночью здесь во время спортивного праздника будет что? Ночи не будет, будут взрываться такие штуки, называются петарды. И все будет грохотать, и все будет сдрагивать здесь. Вот. И будет спортивный праздник. Это будет 11 января. 11 января вечером будет такое веселье новогоднее. А народ из других городов тоже приезжает? Нет. Или только свои путапарцыки? Еще раз. Гости, гости. О, здесь гостей будет. Во-первых, родители всех студентов приедут. Бабушки, дедушки, о них, знаете, семьи иногда бывают по 12 человек. И, представляете, у 12 человек свои семьи. Вот вам на каждого ребенка по 50, по 100 человек. Свадьбы вы здесь знаете, по 1000 человек это считается еще крошечная свадьба. Потому что вся деревня приходит на свадьбу. Чего мельчить? А все родственники, обидеть кого-то нельзя. Вот. Ну, считайте, вот у человека 12 братьев, сестер. А у них уже своих детей, извините меня, тоже по 12. Вот вам уже 140. Вот. И потом все племянники, двоюродные братья. Тут одной родни только человек 1000 наберется. А еще с работы надо пригласить. А разводы-то бывают у них? О, конечно. То, как в Москве, я когда был брата на свадьбе, значит, потом мы пошли, говорю, брат, что-то, говорю, две очереди, мы не туда встали, смотрю. Он говорит, нет, брат, это очередь, где свадьбы делают. А там сзади очередь, в Санкт-Петербурге. Это там, где, говорит, разводятся. А я так посмотрел, говорю, это вроде, людей получается больше разводится, чем сводится. Он говорит, ну, такие правила. Я говорю, только в Санкт-Петербурге. Нет, в Москве тоже самое. Я говорю, ну, ладно, понял. Вот. Так что, да. А в Индии, в Индии, по Индии говорят. 3%? Да. Поэтому я не знаю. Статистику. В России статистики считается больше разводятся, чем сводятся каждый год. Вот. Ну, а может равно, а может, мне сложно сказать. В Индии статистики такой не имею, но знаю, что достаточно редко. Это большой, ну, я не слышал таких случаев. Наверное, есть. Есть 3%, говорят. Да. Ну, я не знаю статистику, я не могу сказать, зачем говорить об этом. Но я знаю точно, что традиция Индии, когда замуж выдают девушку, приходят родители и говорят, вот, девочка, ты уже достигла, сдала бакалавриат, тебе уже 20 лет. И вот теперь, по нашей традиции, смотри фотографию, это твой будущий муж. Девочка становится на колени, обнимает ноги родителей и говорит, большое спасибо за идеально выбранный, идеально выбранного супруга. Это по традиции. Многие говорят, что такое не бывает. Ну, вот есть такой чемпион мира Анан, его тоже приехал, он когда в Москве, спросили корреспондента, говорят, в советском спорте, а как вы женились? Он говорит, а я женился как все у нас. Пришли родители, показали фотографию жены, и я сказал, большое спасибо, встал на колени, поблагодарил, и мы счастливы. Они говорят, да вы что, даже не встречались как бойфренд, геллфренд, ведь это все развито так, в Америке и так далее. Нет, говорит, традиция нашей земли не позволяет это. Мы живем по-другому. Шахматист. Да, шахматист, притом он миллионер, очень богатый человек, и тоже женился по такой же традиции, да, с Бангалору, он с соседнего района, с соседнего штата. Ну, что еще сказать? Сайбабы сказано, если девушка вышла замуж и не сохранила честь, то есть, если девушка без чести, эта страна лишается устоев, она никогда не будет счастлива, эта страна. В этой стране будут постоянно одни недостатки. То есть, бесполезно спасать эту страну. Поэтому, каждая страна базируется на чести женщин, на чести девушек. И знаете, Туласи, вот такое маленькое деревце, там рассказана история этой девушки. Мужа, Бог ссорился с ее мужем, и Бог хотел уничтожить мужа, и никак у него не получалось уничтожить мужа, потому что своей честью жена его защищала. И Кришна воевал полностью, говорит, я ничего не могу сделать. Она честная женщина, я не могу уничтожить этого негодяя, потому что он защищен честью своей жены. Там были, ну, каждый элемент костюма женщины, это браслеты, джапамала, то есть, потом, украшения свадебные на шее. Это каждое украшение является собой, энергию несет, энергию защиты семьи. И тогда Кришне пришлось сделать целый вариант, чтобы муж отказался от своей жены, только тогда он смог уничтожить этого негодяя. Кришна превратился в облик ее мужа и пришел к его жене. А муж пришел и увидел жену с кем-то, кто-то у нее. И он тогда, муж сказал, я отказываюсь от своей жены. С этого мгновения он потерял свою защиту, броню. И Кришна тогда смог его уничтожить. То есть, честь жены защищает всю семью. А если жена бесчестная, вот эта система boyfriend, girlfriend, boyfriend, girlfriend, и она заканчивается тем, что семья получается просто незащищенная. Это очень большая проблема получается в этой стране. Ну ладно, это печаль. У нас все хорошие, здесь собрались все идеальные люди, поэтому мы будем говорить только о наших идеальных людях. Небо вы видите, ни одного облачка, прохладная погода, сколько градусов, наверное, сколько? Сегодня утром было очень холодно, все ходили в куртках, все дрожали. 15, вот, народ уточняет, 15 градусов. Ну что, значит, время у нас 11 часов. Если нам делать больше здесь нечего, я предлагаю сходить в музей Чайтанья Джоти, просто пройтись по музею. И потом мы спокойно выйдем на улицу. Ну ладно. Надя. Надя. Продолжение следует...